Здравствуйте дорогие друзья, на связи с Димон с сайта JoomlaMix.ru Мы продолжаем изучать нашу CMS Joomla и сегодняшним видео уроком я хочу открыть новый раздел посвященный созданию на базе Joomla сайта интернет-магазина А поможет нам в этом произведении искусства всем известный компонент Virtumart Компонент Virtumart специально предназначен для конструкции на вашем сайте под управлением Joomla интернет-магазина В данном видео уроке мы рассмотрим установку данного компонента к нам на сайт и маленькие тонкости этой установки а также установим файловый перевод на русский язык Что же такое Virtumart? Официальный сайт virtumart.net Это очень мощный компонент, очень мощное расширение специально предназначенное для Joomla с помощью которого можно создавать у себя на сайте интернет-магазин который будет иметь различные категории, товары всю нужную информацию для пользователя-покупателя который хочет приобрести тот или иной товар я думаю в дальнейшем вы в этом сами убедитесь когда мы начнем более подробно рассматривать настройки, различные модули, плагины для Virtumart и в целом у нас в разделе посвященному компоненту Virtumart появится целый интернет-магазин со своим дизайном и так далее Ну, маленькими шажками начнем покорять великие горы Итак, на официальном сайте, чуть ниже, присутствует такая кнопочка Download Virtumart Последняя стабильная версия на данный момент 1.1.8 Может быть, когда вы будете просматривать данный видеоурок появится более новая версия поэтому я настоятельно рекомендую вам заходить на официальный сайт и мониторить появление новых версий потому что чем новее версии, тем, соответственно, лучше потому что более защищена она будет более стабильно работать у вас на сайте Ссылочка на официальный сайт Virtumart будет прикреплена к данному видеоуроку точнее, будет находиться внизу статьи об этом видеоуроке А мы продолжим Нажимаем на ссылочку Нас перебрасывают на страницу закачек Первым делом мы видим первую ссылочку Это как раз и ссылочка на скачивание архива с полным комплектом всех установочных файлов различных модулей и плагинов плагинов, о которых мы будем говорить на следующих уроках Сразу хочу обратить внимание, что данная версия Virtumart 1.1.8 Работать только с Joomla 1.5 1.0 уже у вас работать не будет Хотя может быть, если там какие-то дополнительные расширения установить и так далее Но я с первой версии Joomla не работаю Мне более Так же как и с 1.6 Мне больше нравится почему-то 1.5 Ну ладно, разговор уже о другом Скачивайте Я скачивать соответственно не буду У меня уже все есть И переходим в нашу административную панель нашего сайта Сразу хочу обратить внимание, что я специально по цели Интернет-магазин создал новый демо-проект Который мы полностью будем работать И знакомиться с компонентом Virtumart и его дополнений Ну и соответственно приступаем к работе Так как Virtumart это компонент, поэтому его можно установить как обычное расширение Через расширение, установить, удалить Менеджер расширения Выбираем файл Ком Virtumart Сразу хочу сказать Это Вот эти два архива будут прикреплены К данному видео уроку Соответственно сам компонент последней версии 1.18 И Архив с файлами перевода на русский язык Так открываем И вот на этом самом моменте у нас как раз начинается раздваивание установки Что это значит? Это значит, что мы будем по ходу данного видео урока рассматривать Две установки Virtumart Почему? Это все просто Сам архив с данным компонентом Очень большой А так как у нас демо-сайт находится на виртуальном хостинге То В Денвере стоят ограничения в файле php.ini На максимальный загружаемый файл 2 мегабайта А компонент Virtumart у нас просто-напросто превышает эти 2 мегабайта И соответственно у нас ничего не установится И отсюда следует два способа установки Либо мы изменим Установки файля php.ini Либо мы установим Вторым способом Из папки Но мы рассмотрим эти 2 способа И соответственно Начнем с первого Вот для примера Загрузить файл установить Видите у нас пишет ошибка Загрузки файла на сервер Все понятно Точнее не понятно ничего Вот так если обычному человеку будет устанавливать Он так и не поймет в чем проблема Давайте Зайдем в директорию Денвера Вот она Да Это наш виртуальный диск Z Как мы помним Заходим в папочку USR Здесь папочку Local И папочку php.5 У вас могут быть другие папочки В зависимости от версии Денвера Но в целом Я думаю вы найдете путь Здесь находим Файл php.ini И открываем его В любом текстовом редакторе Я пользуюсь Блокнот плюс-плюс Здесь нажимаем поиск И нам найти надо 2M То бишь 2 мегабайта 2M И искать Вот он сразу нашел Здесь мы видим Upload Max File Size То бишь Максимальный размер Загружаемого файла 2 Мегабайта Мы здесь изменяем Ну к примеру На 3 Вы можете На любое другое число Изменить Это не столь важно Сохраняем Файл php.ini Закрываем файл php.ini Закрываем его И теперь надо Перезагрузить Денвер Сделать его реостат Делаем реостат Теперь пробуем его установить Нажимаем обзор Убираем компонент Нажимаем открыть Загрузить файл и установить Отлично Здесь нам сообщают Что компонент установлен удачно И видим Такую Как бы Входную панельку Добро пожаловать Виртомарт Все дела Здесь видим Две кнопочки Слева и справа Вы в принципе можете Воспользовать с переводчиком И почитать Что-то написано Сразу хочу сказать На эту кнопочку Вы нажимаете Переходите сразу Начинаете работу В административной панели сайта А здесь устанавливаете Демо данные Да И так же Переходите в административную Панель Виртомат Мы устанавливать демо данные Не будем Нам в принципе Это не надо Все Вот Мы попали в административную панель Виртомат Ну теперь Давайте поговорим О втором способе Установки Но для того Чтобы начать о нем Говорить Давайте сначала Удалим наш компонент Кстати проверим Вот он появился В списке компонентов Мы видим Да Нажимаем расширение Установить Удалить Опять в менеджере Расширение Вкладочка Компоненты Виртомат Удаляется так же Как и остальные Компоненты Выбираем Виртомат Удалить Компонент Удален Удачно Вкладочка Установить Как я уже говорил Выше Это будем устанавливать Вторым способом Из папки При данном способе Никакой файл PHP Менять ничего не надо Если вы не хотите Ковыряться В ходе Хотя На мой взгляд Это намного Интереснее Что-то Сделать Такое И сразу Хотел еще Сказать Если у вас Сайт уже Стоит на Настоящем Хостинге То бишь Уже Висит в интернете То вам Можно все Устанавливать Через первый Способ Загрузить Файл пакета Потому что Как правило На хостингах Таких ограничений Как 2 мегабайта Нету Это просто У нас Виртуальный Хостинг Денвер У него Такая Заморочка Есть Итак Поговорим О втором Способе Что для Этого Надо Берем Наш Архив С нашим Компонентом Копируем Идем В директорию С нашим Сайтом Home Папочка Магазин 3w В директории Нашего сайта Находим Папочку Tmp И в этой Папочке Создадим Еще одну Папочку Создадим Папочку Например Которая Называется Маг Сокращенно Заходим В эту Папочку Сюда Вставляем Наш Архив Теперь Извлекаем Его В текущую Папку Вот Они Все Файлы Извлеклись Теперь Архив Сам Нам Не Нужен Мы Удаляем Следующий Шаг Копируем Путь К папочке Со всеми Файлами Которые Мы Разрехивировали Компоненты Virtual Mat Возвращаемся В административную Панель И сюда Вставляем Тот Путь Который Мы Только что Скопировали Нажимаем Установить Также У нас Компонент Установлен Удачно Теперь Давайте Установим Демоданные Для примера Ну Все Вот Мы Опять Попали В административную Панель Компоненты Virtual Mat Как Вы Видите Здесь Очень Много Различных Кнопок Настроек Со Всем Мы Этим Разберемся Все Это Мы Пощупаем Покликаем Потрогаем Поговорим Об этом Но В следующих Уроках Да Теперь Давайте Установим Файлы Перевода Чтобы У нас Все Было На Русском Файлы Перевода Также Устанавливаются Через Папки Для Этого Мы Заходим Копируем Копируем Архив Ruru Который Также Будет Прилагаться К этому Видео Уроку Вместе С Компонентом Virtual Mat Копируем 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 Текущую Возвращ Возвращаемся На Демо Демо Сайт В Административную Панель Обновляем Ее И Пожалуйста У нас Все На Русском Я Думаю С этим Все Понятно Установкой Самого VirtumArt И Файлов Перевода Я думаю Тут Не возникнет Сложности Никаких Ну Как-то Так Я думаю Для первого Урока Нормально Ждите Следующих Уроков Встретимся В Видео Уроках И До Скорой Встречи